Всем приветики, ребятки! Вы на канале Кэйти с Геймсис, и сегодня мы с вами проходим опять игру Твин Мирор. Двойное зеркало, вроде как называется. Так, ну вернее, мы сегодня продолжаем проходить. Я не помню, где мы остановились, но сейчас, я думаю, мы все об этом вспомним, это вспомним. Так, мы, кажется... А, мы подрались с кем-то, мы построили супертеорию правильную, как прошла наша драка. Мне тут названивают, пожалуйста, идите нафиг. Так. Ой, я, кстати, мало что позакрывала, надеюсь, не будет зависать. Центр Басвуда. Ну, объективно, городок так себе выглядит. Я бы в таком жить не хотела, какой-то прям криминальный. Какие-то стены разрисованы, хотя, в принципе, такое бывает часто во всех городах. Кто бы сомневался, я приехал в День Шахтера. А, ну, это мы все, короче, в прошлой серии видели, это заставочка, которая не пропускается. Да, ее нельзя пропустить. Ладно, хорошо. Соберись. На звонки Деннис не отвечает. Что дальше? Поспрашиваю, может, его кто-нибудь видел? Вдруг сам еще что-то вспомню. Неплохой план. Определенно. Очень вовремя сработала сигнализация на машинах. Надеюсь, вам ее не слышно. Бас. Город маленький. Если Денис проходил по главной улице, его кто-то видел. А, то есть, нам... Нам куда? Нам вон туда, стрелочкой? Или куда? Это какой-то отель. Open. Зайти сюда мы не можем. Звон колоколов. Ну, тут никакого взаимодействия, в принципе, нет. Ни с машинами, ничего. Так, хорошо. Он, конечно, классно проканулся. О, смотрите. Как это классно. А машина Дениса? Если машина тут, Денис тоже недалеко. Денис никогда не любил праздники. Что он тут делает? А, он на праздник приехал. Понятно. Так, а вон с той машиной как? Вот эти вот дневники записи не хочу. Читайте, они какие-то вообще, не знаю, очень долгие. Не хочу. Мне кажется, они не нужны нам совсем. Космический корабль. 50 центов за минуту эскапизма. Раньше просили 25. Отличная игрушка для ребенка, у которого нет друзей. Жалко, что... Аптека здесь работает, Кэти. Два года назад едва не закрылась. Может, Кэти что подскажет? Ага. Или новый хозяин аптеки. Ага, хорошо, пойдем. А там что, черный ход? О, смотрите-ка. Ты тут весь день торчать собираешься? Так, не пойдет. У нас свободная страна. Поговори мне еще. Мне на тебя люди жалуются, так что давай, чтобы я тебя тут больше не видел. Фа-6. Что ты только что? Работа у меня такая, брат. Ничего личного. Я смотрю, ты не один. Сегодня не встой, на гипстайл. Извини за эту сцену. Некоторые человеческих слов не понимают. Кстати, об этом. Ты еще не уехал? Кто это был? Денниса не видел. Я скоро уеду. Давайте Денниса не видел. Ты случайно Денниса не видел? А зачем он тебе? Хотел извиниться за вчерашнее. Ты бы подождал с этим пару дней. Говорят, ты Денниса вчера конкретно так и делал. Я тебя не осуждаю, рот у него грязный. Пусть учатся себя вести. Давайте, кто это был. С кем это ты сейчас разговаривал? Да так. То не яд, то не преступление. А вот несанкционированное проникновение, да. Я стараюсь со всеми вежливо. Но трудно, когда в ответ одни оскорбления. Выслушать? Делай, что положено. Тебе свинья, фашист. А потом еще подойдет и весь город разрисует. А я, значит, сволочь. Неприятно, знаешь ли. От этого здорово... Здорово устаешь. Прямо изматывает. Как будто весь день вагоны разгружал. Ладно, извини, что-то я заговорился. Надо иметь в виду. В этом городе честный труд уважают не все. Поверь, я в курсе. Я не буду тебя задерживать, Деклан. Хорошего дня. Давай, удачи. Не получается... Говорить разными языками. И языками. Ой, разными голосами. Мужскими. Что, он мне еще что-нибудь даст? Заговорить не хочу. Так, граффити. Свежая художественная ценность. Сомнительная. Раньше тут граффити не было. Странно, что не закрасили. Понятно, понятно. Так. О, дом в продаже. Классный дом, конечно. Так. Где? Джонсы выставили его на продажу еще 4 года назад. А как? 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 Где? Тут нельзя, да, тыкнуть? Я просто так стою. Все, хорошо. Ладно, видимо, тыкнуть нельзя. Так, стоп. Тут точка. А вот у Деклана какая? Да у Деклана тоже, блин, точка. Фиг поймешь. Ну ладно, видимо, что-то он не тыгается. Ну, допустим, граффити. А, у граффити вот. Во, да-да-да, там появляется мышка. Все, хорошо. Так, идем дальше. Так, это мы смотрели. В аптеку. Входим. Так, сегодня у нас не так много с вами времени, поэтому серия будет длиться где-то полчасика всего лишь. А может, а то и хорошо, потому что слишком длинные серии для меня еще рановато снимать, по-моему. Хотя я всегда об этом говорю, и почти никогда этого не поддерживалось. Всегда у меня были видео сорокаминутной длительности, особенно вот эти зомби, когда ты проходишь карту, и невозможно как бы меньше сорока минут. Да-да, дай пройти или что-то такое. Ха, сейчас прям. Отойди. Сам дай пройти. Это я захожу. Пошел к черту. Потише там. А это главный, да? Шмакодявка какая-то. Капец. Еще сейчас тут шмакодявка мне не уступала. И Кэльти их были на поминках. Надо их спросить. Еще я шмакодявкам всяким не уступала. Чипсы, мусорная еда в аптеке. Контритив. Контритив. Контрин. Контринтуитивно. Контрин. Контринтуитивно. Контринтуитивно, вот. Помню, одна моя знакомая могла есть только чипсы, когда у нее живот болел. Серьезно? Как так возможно? Кэти, что ли, могла? Такое, по-моему, вообще невозможно. Благотворительная игрушка. Эмоциональная трагедия, превращенная в подарок. Эффективно. Подарим Кэти. Никаких взаимодействий нет. Пешие маршруты. Одни из лучших во всем штате. По маршрутам лучше всего ходить одному. В воскресный день. Да, ничего себе. Хорошо, будем знать. Журналы про знаменитости сплошная заказуха. Открытки с басфудом. Лучший вид на басфуд. Стеклянная банка Кэти. Самодельный подарок от Джоан. Страшная, но милая. Эта букашка сделала на день матери. Много лет назад. А Кэти хранит. Прикольно. Я что-то перепутала Кэти и Анну. И сначала подумала, что мы к Анне пришли. Сейчас вот вижу ее и понимаю, что это не Анна. Так, конфеты. Стратегически выставленная детская радость. Хорошо. Так, тут у нас ничего нет. Почему тут нельзя бегать? Это ужасно. Коляска с электроприводом. Без страховки лучше не ездить. Многие шахтеры садятся в кресло с их-то легкими. Ну, логично, да. Такая работа. Обезболивающие, когда надо, их нет. Снотворное требует серьезного отношения. Давай, Тара. Поговорить. О, Сэм, ты за средством от своего расстройства? У меня какое-то расстройство. Ты ведь не от природы такой. Не стесняйся, я никому не скажу. Спасибо. А у меня негерметичность кишечника. Это когда стенки кишечника, кишок истончаются. И начинает пропускать полу... Вот еще средство. Если не поможет, так хоть не навредит. Здорово, что в аптеке появился хозяин. Только подумать. Город без аптеки все равно, что я с протекающим кишечником. Хорошо. Надо будет в интернете посмотреть. Поищу, что лучше взять. Ладно. Приятно было пообщаться, Тара. А, блин, мы что, не сможем задать вопрос? А, спасибо, а мне тоже. Блин, давай еще раз. Давай еще раз с ней побазарим. Я же ее перебивать не хотела. А, видимо, надо было. Мыло шары. Ладно, хорошо. Так, давайте. Диплом хозяина аптеки внушает доверие клиентам. Хью. Он похож на доброго доктора из рекламы. Это, кстати, да. Так, заговорить. Как нахмурился. Как я сказала, к нему подойти сразу только. Как это подойти? Сэмюэль. Извините за речер, да он довольно сложная личность. После вчерашнего я думал, что сегодня вас не увижу. Даже боялся. Как бы не вышло, как с вашим другом. Вы были сильно нетрезвы. Так. Я ничего не помню. Если честно, я с вчера ничего не помню. Напился до полусмерти. Явно не мой звездный час. Пожалуй, после драки в баре. Я не дал вам догнаться, погнаться за противником на улице. Я попытался отобрать его с ключи, но вы на адрес отказались. Извините, мой противник Дэннис. Вы его не видели? Сегодня? Нет. Нет, не видел. В любом случае, спасибо. Ваша статья. Вы оказали этому городу огромную услугу. Какую еще услугу? Шахта была как пластыль на порванной артерии. Иногда правильно принять непопулярное решение. Вижу, что вы в это верите. Я бы предложила вам средства от похмелья. Но в некоторых случаях лучшее лекарство это время. Так, предлагайте ничего не пить. Моя мама тоже так говорит. Все, я завязываю. Давайте предлагайте ничего не пить. Торговец лекарствами не хочет продавать мне лекарства. Интересно. Все лекарства и все яд. Вопрос лежит в дозе. Все лекарства и все яд. Доброго дня, молодой человек. Может, у вас еще какие-то вопросы? Не могу не спросить. Почему вы переехали именно сюда? Все-таки странный выбор. Басвуд. Непримечательный город. Я понимаю переехать отсюда, но сюда? Там, откуда я приехал, была еще сотня других аптек. Да, продажи идут, но отношения с клиентами не складываются. А еще, если честно, я всегда мечтал в старости поселиться в городке в горах. Сэмюэль. Сэмюэль, я видел, вы говорили с Уолтером. Можете его кое о чем попросить? Возможно. О чем? Может, в Басвуд Джунгл напечатали бы... Дело в том, что старожилы до сих пор считают меня чужаком. Неудивительно. Я подумаю. Приятно было пообщаться, но, боюсь, пора возвращаться к работе. Хорошо. Давай возвращайся. Приходите еще. Буду рад. Хорошо. Так. Плакат про депрессию. Да, этой проблемой давно пора заняться. Так. Плакат про День шахтера. Шахты нет, но День шахтера на месте. В Басвуде любят традиции. День шахтера каждый год одинаковый. Такое умиротворяющее постоянство. Так. Конфеты мы все это. Кэти, смотреть. Она все здесь. Она поехала в Басвуд за Ником, но ей тут не нравится. Ну да, видимо, уже никуда не уедешь из маленького городка. Тяжело, в принципе, куда-то свалить. Че он там? Хавает? Или че-то делает? Привет, Кэти. Сэм. Чем я могу помочь? Ой, че-то я низким голосом прочитала. Насчет поминок ты не видел Деннис. Сегодня все нервные. Давай сегодня все нервные. День сегодня. Так себе. Встретил Деклана на улице. Жалуется на каких-то отморозков. Деклан? Он на нервах. Хочет, чтобы в День шахтера все было гладко. Как в старые добрые времена. Тихо и мирно. Но вообще, Сэм, я на работе. Ты что-то хотел? Деннис к вам сегодня не заходил? Деннис? Я его с вечера не видела. А что, скучно живется? Мы с ним вчера повздорили. Даже подрались. Правда? Жаль, я пропустила. Вам обоим полезно получить лоб. Добрая. Но я ушла раньше из-за Джоанн. Обязательно было убеждать ее, что бред не про убийство Ника правда. Я не это... Я не... Я хочу видеть мою маленькую Джоанну, а не маленького Сэма Хиггса. Который везде сует свой нос и ищет проблем. А она теперь только и твердит, что ты докажешь ее правоту. Извини. Знаю, ты не виноват. Но я просто... Просто... Просто не знаю, что с ней делать. Она же моя дочь. Но я чувствую, что я ее теряю. Так, извини. Если босс увидит, что я тут прохлаждаюсь, он мне устроит. Хорошо. Ничего нового мне не сказали. Хорошо, тогда пойдем отсюда. Мы тут все, в принципе, изучили, прочитали. Тут ничего тоже чипсы. Ничего такого нет. Так. Открыть. Взяла стакан и случайно потянула шнурок от наушников. Было бы прикольно, если бы я их сейчас вырвала. Ну, конечно, не очень. По идее, для меня это было бы смешно поначалу, а потом очень грустно, потому что пришлось бы покупать новые. А это оригиналовские и самсунговские. Они стоят не очень-то дешево. Так. Что, 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 что? С учетом того, что их сейчас, кстати, не кладут в новые телефоны. Вообще дебильная какая-то система. Накручивание денег, прибыли. Ужас. Я это не поощряю. Трэкс энд тюнс. Любимый магазин Анны. Она каждый месяц покупала тут пластинки. Хорошо. Так. Мы пришли оттуда. Идем вот сюда. Тут что? Тут ничего. Какой-то замочек. Так. Кафешечка. Тут стоит официантка. А, вот все. Я бы такой образ не потянул. Понятно. Какая она маленькая. Низенькая. Прикольно. Кажется, я вас раньше тут не видела. Вы проездом? Проездом или местный? Не хочу рассказывать о том, что я, типа, погубила город, как считают половина, да? Поэтому скажу да, проездом. Наверное, я тут вырос. Года два назад уехал. Скоро снова уезжаю. То есть вы сумели уехать, но вернулись. Я бы не подумала возвращаться. Так чего не уедешь? Ага, сейчас только сниму свои гигантские накопления и вперед. Я живу от зарплаты до зарплаты, как все. Не хватает ни на жизнь, ни на переезд. Она сейчас шаталась назад-вперед так, как будто персонаж из игры в постел. Мне вот прям так показалось. Что-то все такие странно ходят. У них странная анимированная походочка. Странная анимация. Так, а, вот мы смотрим рекламу. Смотреть. Подозреваю, что новейшая история отражена не будет. Но я не против. История Басфуда. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как Басфуд получил свое название? И как скромный шахтерский поселок превратился в сердце округа Бун и двигатель его монетизации. И двигатель его модернизации. Приходите в ваше любимое здание администрации, и вы все это узнаете. Хорошо. Больше тут ничего нет. Там, видимо, где-то идет это. Служба. Сплетницы обе говорят, никто не слушает. Стандартная картина. Помнишь, раньше праздник был в два раза больше? Да, сейчас город как дохлая лошадь. Пора бы уже с ней что-то делать. Какой вообще смысл здесь оставаться? Тут уже почти город-призрак. Вопрос времени. Бла-бла-бла. Хорошо. Так. У меня осталось чуть времени. Я думаю, 20 минут точно выйдет видео. Ну вот, теперь собирать. Сэм, это же ты! Можно тебя попросить помочь слабой старой женщине? Не набирали бы столько. А у меня есть выбор. Вы не слабая. Вы не слабая, я думаю. Вы уж точно не слабая. Вы как рабочая лошадка. Классный комплимент. Сэм, некоторые вещи вслух все-таки не говорят. Ну, я думала, он про другой скажет. Так, прибраться. Спасибо большое. Ты всегда выручаешь. Кристина, а вы... Ой, Сэм, сколько лет? Как же я рада тебя видеть. Да, я вас тоже. Но я вчера хотела прийти на похороны, но, как представлю... Ой, невозможно. Я знаю, ты хочешь ее перебить, потому что я жутко... Смотри на меня, брат. Думаю о хорошем душе глубже. А в общем, насчет... Бедная наша Джоанн, так рано потерять отца. Настоящая трагедия. Я подумала, может, настольная игра ее порадует. Она их так любила. У бедняжки одна только Кэти осталась. Не хочу осуждать, но... Вы сегодня Денниса не видели? Сэм, тебя мама не учила не перебивать, когда другие говорят? Да, е-мое. Я сегодня спешу. Все такой же, Горбиан. Нет, Денниса я не видела. Хорошего дня. Да, е-мое. Че такое? Не поняла. Блин. Пустая полка. Не похоже на Кристина. Пустота вынужденная. Блин, ну капец. До этого, главное, это... Не перебила Тару. Мне потом не дали спросить еще раз про Денниса. Тут перебила, она недовольна. Ну хотя, блин, логично, по идее. Не специально, наверное, так сделали, поскольку Тару, я помню, в какой-то серии она полтала с нами на похоронах, как раз, на поминках. И ее кто-то перебил, там, какой-то мужик. И она к этому спокойно отнеслась. Я так понимаю, из вот этих соображений ее перебивать можно, а вот эту тетку, скорее всего, нет. Она какая-то такая, ух, прям бабеха. Печенье. Хорошо бы было начать день с кофе и печенья. Согласна. Давай заговорим с Кристиной. Извинимся. Стоимость. Ага, и накладными выходит... Вот это сосредоточенность. Ой, извини, милый. А, да, не обидишь, надо. Я свожу бюджет. Ну, пытаюсь. Не буду мешать. Кофе все так же хорош. Так. Давай, как ваш бюджет? Как ваши дела? Бюджет сходится. Аж сбегается, как за меня с четырьмя шарами. Да уж, неудобные, наверное. Это мой дедушка так говорил. До сих пор не знаю, почему. Но выражение универсальное. Ладно, что было, то прошло. Мне сделали очень ценное предложение. Так что разобраться с бюджетом особенно важно. Ужас, помрешь с ним. Вы согласились на франшизу, сожжете кафе ради страховки, даже не верится. А, так. Между вы согласились на франшизу и даже не верится. Давайте на франшизу лучше, а то он скажет какую-нибудь фигню опять. Не думал, что придет день, когда вы подпишете франшизный договор. Ха, только через мой труп. Ты знаком с Хью Киркландом? Это новый хозяин аптеки. Он взялся мне помочь, решил в нас вложиться. Невероятно, правда? И правда невероятно, что он хочет взамен. Милый мой, не понимаю, откуда в тебе такой цинизм? В маленьких городках принято друг друга выручать, если надо. Это не только в кино, знаешь ли, бывает. Давайте давно я тут не был. Так странно себя чувствую, давно я не был у вас в кафе. Почти два с половиной года Анна ходила, а ты вот пропал. Вы заметили? Я знала, что вы разбежитесь. Грустно это все. Похоже, вы поняли это до меня. Я всегда одним глазом в цифры, а другим на гостей. Хотя я-то, конечно, лучше бы обоими глазами на гостей. В последние годы работа что-то не идет, и не у меня одной. Пусть хоть все закроются, но ваше кафе точно выживет. Вы так не сдадитесь. Может быть, может быть. Но ты же знаешь, мы народ крепкий. Скажем, я думала, дней шахтера уже не будет. А вот, сам посмотри. А у вас все еще лучше кофе в городе? Милый, ты же знаешь, это не так. Лучше в полицейском участке. Без кофе особо уважает. Мне до нее далеко. Она из своего кармана за элитные сорта платит. Это же какую надбавку надо делать. Хотя с прибылью и сейчас не очень. Если ты не против, мне надо закончить. Да, да, конечно. Желаю, чтобы все сошлось. Так, у нас ничего интересного не произошло. Времечко поджимает. Так, пейзаж Кристины демонстрирует итальянское происхождение. Флаг Сицилии. Флаг самого большого острова в Средиземноморном... В Средиземномор... В Средиземноморе. Что со мной сегодня? Таблички. Изучить. Кофе. Что-то не вдохновляет. Кофе. Понятно, зачем я это читаю. Так, табличка. Посмотреть. Акфографическая ошибка. Серьезная. Какой-то... А, хорошего дня от чистого сердца. Отлично. Очень никаких ошибок не вижу. Вообще ни одной. Так. А вот это хорошо. Я думала, он просто посмеется. Моя душа как кофе. От природы черного цвета. Но если добавить молока, пить, в общем-то, можно. Ладно. Действительно интересно. Так, туалет, туалет. Так, тут, 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 ничего. Тут люди. Официант. Побазарим. Привет, чувак. Я тут вроде всех знаю, но тебя вот нет. Пару лет назад я тут все время сидел. А, так ты из тех, кто свалил после закрытия шахты. В каком-то смысле, да. С тех пор ничего не изменилось. Бас вот все такой же скучный. Большинство это бесит. А мне нравится. Тут спокойно. Тихо. Да, тихо. Даже часа пик особо нет. Да уж. Хорошо. Так, дальше что мы делаем? Так, мне звонят опять. Занятой человек работает с графиками и таблицами продуктивно. Так, хорошо. Не могу ответить. А часы вибрируют. Так, давайте последняя доска. Изучить. Брелок. Осмотреть. Похоже, ковбой ключи потерял. Деклан. Ооо. А, нет, мы не его ищем. Это я перепутала. Хотя бы Джоан не слишком изменилась. Ну, давайте. Разыскивается, да? Ищу. Без вознаграждения утеряна книга под названием Ля Скорбже. Шестая серия про человека-тихоходку. Если найдете, оставьте Кристине, она мне передаст. Спасибо. Д. Так. Кристина, настоящий лучер света. Это что такое? Это тут была написана конкурс какой-то. Конкурс капкейков. Приносите ваши самые вкусные и красивые капкейки. Победитель конкурса получит 30 капкейков. Мы ждем ваши лучшие идеи. Снова проходит конкурс капкейков. Понятно. Зачем в этом так писать снова? Нужно. Ну, каждому свое. А, уроки игры на гитаре, да. Только хотела перевести, и появилась табличка. Уроки игры на гитаре. Мне нужно научиться играть на гитаре. Кто готов меня учить, звоните. Ну, кстати, классно, его номер взяли. Ему повезло. Может быть, позвонят. Так. По низу ничего не вижу. По бокам ничего не вижу. Вообще нигде ничего больше не вижу. Ага. Все. Значит, выходим. Так. Книги. Последний человек. Мэри Шелли. Это явно Анны. Растения. Хорошо выглядит. Похоже, недавно поливали. Хоть кто-то умеет ухаживать за растениями. Так. Хорошо. Все просто, но мало кто справится. Кто мало, кто справляется. Это, кстати, да. Мало кому дано справляться с растениями. Есть люди, которые как бы стремятся, хотят, учатся, но все равно не получается. Кстати говоря, мне недавно сон приснился про эту игру. Мне приснилось, что тут добавили русскую озвучку. Надо, кстати, будет зайти в настройки. Возможно, действительно она есть. А я тут сижу и вам все это диктую, когда она есть. Потому что я прям удивилась. Сидела, диктовала, читала, читала. Я прям записывала видео, к слову, во сне. А потом такая смотрю, вернее слышу. А звук-то есть на русском. И прям удивилась очень сильно. Кстати, тут из-за окна не было видно теток. Видимо, какой-то баг не доработано. Так, хорошо. Нам дальше надо идти смотреть. Надо еще поспрашивать людей. Кто-то наверняка видел Денниса. Понятно все. Нам получается на ту сторону идти. Вот на ту. Ну ладно, хорошо. Мы продолжим в следующей серии. Как я сказала, у меня времечка немного. К сожалению, в этой серии ничего интересного практически. не произошло. Но, думаю, в своих поисках мы немножечко продвинулись. Ну, а на сейчас. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте два дизлайка. А также подписывайтесь на мой канал. И ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и еще можете написать комментарий, чтобы мне было приятно. Я люблю с вами общаться, переписываться и узнавать что-то новое. Ну все. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в прохождении этой игры и другой. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok